Назначенец Кремля оказался совсем не тем, кого ждали. Здравия желаю, уважаемые друзья! В эфире итоги недели на ННТ. Я Ханжан Курбанов. За последнюю неделю было исписано много виртуальных страниц в интернет-пространстве, дабы показать, что их кандидат самый мощный, сильный, честный, профессиональный, подходящий, кого только не предлагали. Одни кандидаты вызывали у Демоса грустную улыбку, другие – омерзение и отвращение, третьи – остервенень и желание выйти на баррикады. Некоторые кандидаты уже были у руля, а иные не скрывали свое вечное стремление к главному политическому креслу. Прочили заместителя начальника Росгвардии Сергея Меликова в прошлом полпреда президента страны ВСКФО, но он якобы отказался. И про генерала чего только не наговорили, сколько всего вышло наружу, эта пауза с назначением была нужна, даже для того, чтобы понять, каков накал общественных настроений и уровни понимания роли высшего политического лица в преобразованиях в регионе. Тут вспоминали и его национальную, и конфессиональную преднадлежность, и даже физиологические особенности. Рассуждали и о причастности кандидата к разным группам и блокам в Кремле. Но больше всего поражают националистические устремления электората. Скажите на милость, какое отношение имеет национальность сантехника, дворника, кафельщика или водителя? Какая разница, кто профессионал, если он профессионал? Для ремонта у себя дома мы готовы приглашать корейцев и вьетнамцев, но ополчаемся против главы недагестанца. А республике нужен капитальный ремонт. Скажите мне, крещенные ли в последние четверть века наводили ужас, хаос, ломали наши традиционные устои, убивали наших духовных светил и проповедников, финансировали терроризм и совершали или организовывали взрывы? Можно, конечно, искать след в Туманном Альбионе, Брюсселе или Нью-Йорке, но зло совершали мы сами, наши братья, дяди, сестры, отцы, соседи, родственники, односельчане. Давайте не будем искать сторонних, виновников в проблемах Дагестана. Те, кто говорит, почему не из наших, должны понять, что наши не совсем наши. Дагестанские элиты полностью скомпрометировали себя перед Кремлем. Нет у нас наших, нет у нас тех, кто мог бы принять дагестанский политический штурвал без того, чтобы не погрязнуть в междоусобных распрях, клановых войнах, затеряться в родоплеменных и этнических лабиринтах. Строителей нового мира было много, но на словах. Но на деле строился мир местечковый, для себя и максимум для своих соплеменников и односельчан. Так не годится. Кремль сломил старую политическую традицию сменяемости представителей двух крупных национальностей Дагестана. Надеемся, этот этнодууверат навсегда уйдет в историю, потому что показал свою неэффективность и контрпродуктивность. Эта система порождает лишь коррупцию, цементирует клановость и взращивает национализм. Несколько лет назад мы с коллегами из отдела социологии Дагестанского научного центра проводили опрос, в котором более 70% дагестанцев высказались против такой политической культуры. В следующем году этой системе было бы 70 лет. Но электорат дагестанский, к сожалению, не заглядывает дальше 1948 года. А в новейшей истории Дагестана во главе республики были представители и евреев, и русских, и осетин, и азербайджанцев. Причем первые два руководителя, сменившие друг друга, были кумыки. Это Улубий Буйнакский и Джалаладдин Каркмасов. Но национальность никак не влияла на их профессионализм и управленческую эффективность. Важен лишь послужной список кандидатов на столь высокий пост, опыт и нравственные качества. И здесь в пору задаться вопросом, хуй же мистер Васильев. Давайте знакомиться. Владимир Абдуалиевич Васильев. Для друзей и коллег ответственный человек. Для дагестанского народа загадка. С момента его назначения жители республики недоумевают. Зачем, как, почему не дагестанец, или же наоборот. Испытывают облегчение. Наконец-то поставили человека извне. Владимир Васильев родился в городе Клин Московской области. В 1967 году окончил среднюю школу. По его собственным словам, московским изданиям он не был прилежным учеником. В начальной школе учился на отлично, позже – посредственно. Однако это не помешало ему добиться успеха в высшей политической сфере. Вначале работал в МВД, правоохранительных органах, а после попробовал себя на депутатском поприще. В 1991 году окончил Академию МВД СССР. Первые шаги в политику Васильев начал с момента его назначения первым заместителем министра внутренних дел. Кстати, после назначения Владимира Рушайла заместителем министра внутренних дел, Васильев ушел из МВД. Причиной отставки ряд СМИ назвали его плохие отношения с Рушайлом. Сам Васильев никогда прямо не подтверждал этой версии. Отметим, что СМИ о Васильеве узнали после его назначения руководителем оперативного штаба полиции во время теракта на Дубровке. Тогда он был тем, кто общался с журналистами, рассказывая о положении заложников и действиях властей. Депутатом Госдумы 4-го созыва по Тверскому одномандатному избирателям округу Васильев стал в декабре 2003 года. В Госдуме Васильев вошел в состав фракции «Единая Россия». В январе 2004 года был избан председателем Думского комитета по безопасности. Кстати, именно возглавляемый им комитет разработал ряд поправок в закон о противодействии терроризму. А именно, впервые ввел понятие террористической опасности. Новый документ ограничивает права и свободы граждан, запрещает публичные акции, если они финансируются организациями экстремистской или террористской направленности. И митинги, на которые людей собирают по национальному признаку. Этот закон вызвал много споров, однако Васильев настаивал на его важности для безопасности страны. Коллега Васильева, депутат Госдумы Гаджиме Сафаралиев считает, что его опыт в сфере безопасности необходим Республике Дагестан. А выбор Путина пал именно на этого политика неспроста. Он имеет такую любовь к Дагестану. Дело в том, что в 1998-1999 году, когда было нападение на Дагестан со стороны боевиков международных и так далее, когда Карамахи было, вот эти все дела, он руководил вот здесь этой анти-террористической операцией, будучи заместителем секретаря безопасности Российской Федерации. Знает не понаслышке, знает достаточно хорошо и глубоко. Если говорить о происхождении нового в Рио, то здесь у многих закрались сомнения относительно национальности Васильева. В биографических данных его отец Ансабаев Али Ансабаевич, показах по национальности. Однако, по другим данным, отец Васильева является уроженцем Дербента. По национальности азербайджанец, ветеран войны Абдуали Гусейнов. Сводный брат Васильева Камиль проживает сейчас в пятом могале Дербента, где уже с 3 октября празднуют назначение земляка. Они восприняли это как назначение своего земляка. Дело в том, что Владимир является сыном от первого брака Камиля, точнее, Гусейнова Али Абдула, жителя пятого могала. Но известно, что Васильев неоднократно бывал у сводного брата Камиля Агусейнова. Они поддерживают теплые, но братские отношения у них. Более того, мне известно, как мне рассказывали, младший из братьев, который жил в Дербенте, сейчас живет в Питере. И в вопросе трудоустройства ему как раз помог Владимир. Несмотря на некоторые сомнительные факты из биографии Васильева еще до уступления в должность, его коллеги выразили уверенность в его профессионализме. Это высокоорганизованный человек в высокой культуре. Кроме того, военный человек, он генерал-полковник, очень важный для поднятия уровня парламентаризма России. Я думаю, что этот человек не любит много говорить, но как он будет делать, заниматься это высокоорганизованный человек. Он в всех отношениях в порядке. Дагестан знает, что Россия хорошо знает. На одном из пресс-подходов журналисты спросили Владимира Васильева, каким должен быть герой нашего времени. На что он ответил. Ну, я думаю, во-первых, это человек, который должен восприниматься. Восприниматься обществом. Ну, а будет ли восприниматься Васильев дагестанским обществом, зависит в первую очередь от самого назначенца. Ума Ибрагимова, Мурат Бигбарзов специально для итогов недели. Нет простых решений в сложнейших задачах, говорил Васильев тележурналисту Познеру еще в 2010 году. Путин предлагает Васильеву использовать свой опыт как в МВД, так и в Госдуме. То есть, с одной стороны, нам необходимо вычищать эти авгиевы конюшни, в которых наследили кланы и их представители во власти. С другой, необходим общественный диалог и поднимать уровень жизни дагестанцев. Экономике нужно уделить особое внимание. Темпы развития вроде росли, но уровень жизни людей падал. К чему такие темпы и что они решали, кроме самолюбования власти? Эпоха фальши и приписок должна закончиться. Васильев на встрече с Путиным в Кремле сказал, что знает дагестанцев как гордый, свободолюбивый и талантливый народ. Вот его цитата. Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые тоже времена. Но вот если доверие такое мне оказано, вами и за тем народом дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг, опираясь на самих очень гордых, очень свободолюбивых, талантливых, многонациональный народ дагестана, которые я знаю не понаслышке. Народный глаз и первое впечатление людей от заочного знакомства с образом нового руководителя дагестана важны. Но настроения масс имеют обыкновение меняться. Худшую или лучшую сторону? Покажет время. Так какое он в народных чаяниях и представлениях здесь и сейчас? Смотрим эксперт-запрос на улицах Махачкалы. Я, например, желаю ему всего наилучшего, чтобы этих жуликов наших, которые сейчас управляют, чтобы их отправили куда-нибудь подальше. Иначе здесь в Дагестане они порядок не найдут. Ничего у него не получится здесь. Почему? Потому что у него нет здесь команды. На кого будет он опираться? На прежние кланы ничего не выйдет у него. Ну, особо таких изменений тоже не ждем. Хотелось бы, конечно, чтобы с назначением нового, чтобы у нас не было таких подразделений на нации, чтобы там, когда Даргинец говорили, вот Даргинец там все своих потягивают. Хотелось бы, чтобы без этого обошлись мы все как бы единая нация, живем в Дагестане. Ну, чтобы, как говорится, и старый президент плохого ничего не делал городу. И новый, чтобы так же продолжал. Чтобы не было ни войны, ни этот мира. И главное, чтобы народ был доволен и все. Наверное, как и от всех остальных президентов, а глав, ожидаем какого-то, так сказать, повышения уровня жизни. Ну, Абдулатипов, наверное, тоже работал, чтобы то, что он начал, завершилось, и, естественно, что-то дальше продолжилось, что-то новое, что и в Махачкалу, и всю республику поднять хотя бы на уровне России, на уровне всех остальных городов. Хочется стабильности для молодежи в работе, хочется в медучреждениях, чтобы был порядок. Я, например, жду, чтобы он, как говорится, работал не в холостую. Вот такие разные мнения. Все они в ближайшее время должны быть сведены к одному знаменателю. Решительная программа и действиями первого лица республики. Но в рио главы Дагестана производит впечатление, на самом деле, вдумчивого политика, умеющего сочетать оперативное чутье и, где необходимо, генеральский наскок. И, думаю, Путин, делая на него ставку, отнюдь не рассматривает его как временщика. Все зависит от его возможности начать тотальную чистку в дагестанских элитах, окончательно победить террористический криминал, который долгое время работал под прикрытием крупных чиновников. Кроме того, Дагестану, как в советские годы, нужно поднимать экономику и важную ее отрасль – агросектор. Под Васильевым могут прийти необходимые государственные инвестиции. Ну а если будет сломлена старая коррупционная система, придут и частные. В четверг в зале заседания дагестанского парламента состоялось знакомство в рио главы Дагестана с политической элитой республики. Подробности в репортаже о Тике Магомедовой. Генерал-губернатор. Реализация модели исторически оправдана опытом Российской империи. Логика назначения Васильева понятна. Человек со стороны, человек, не вовлеченный в групповые разборки внутри очень сложной республики. Назначение политика федерального уровня на должность в рио главы Дагестана стало полной неожиданностью как для чиновничьей элиты республики, так и для ее жителей. В четверг Васильев прибыл в Дагестан с обеда. Весь интернет был заполнен фотографиями и видео прилета теперь уже первого лица Дагестана. Использовать персональные наушники во время руления и взлета самолета. Благодарим за внимание. Парламентарий, кабинет министров, главы муниципалитетов, журналисты и общественный деятель. Первое обращение нового исполняющего обязанности и последней экс-главы республики. Представив Владимира Васильева, прилетевший для этой миссии Олег Белавенцов дал слово Рамазану Абдулатипову. Экс-глава, обращаясь к преемнику, отметил, что с момента его прихода почти 4 года назад изменилось многое состояние республики в том числе. Уважаемый Владимир Абдулалиевич, когда я приехал в 2013 году в свой родной Дагестан, при посадке самолета на нас упала общинка самолета. Потому что перепаде на посадочной полосе было более 10 сантиметров. Сегодня выкрали деревья. Очень комфортный аэропорт. Когда я вышел на привозную площадь, стояли бетонные плыльки и закуток. А дальше грязные в лужах и в мусорной территории. Сегодня вы приезжаете достаточно обустроенной аэропортной. Позитивную динамику в Дагестане на федеральном уровне не отмечает никто и не доносит до сведений президента, отметил Рамазан Абдулатипов. Экспрессивные выступления экс-главы сопровождали долгие аплодисменты. Владимир Васильев даже встал. Экскурс в историю напоминание о временах, когда все гремело и взрывалось. Владимир Путин пришел и собрал страну, отметил Васильев. Вспомнил он и о временах, когда бывал в Дагестане, работая в главке МВД по борьбе с организованной преступностью. Пожалуй, главный вопрос, которым учил интернет-сообщество, кто же в рио главы по национальности. Отец казах, мать русская, подчеркнул Васильев. У меня есть преимущество, что я не являюсь в национальности, не в поле степени, не вхожу в таких условиях, не в дистанции. Мне это сказано. Мы просто поехали в поезд в технику, предпределовать и познакомиться, как раз в поезд на грязь с нашим. Ну, это было очень интересно, и учителя, и учителя, и учителя, и учителя, и учителя. Поэтому я думаю, что я хочу сказать, что мы с вами, в таких национальных моментах, облик огромный ресурс, облик. Если мы будем опором, я решаю, в Варшаве, чтят правительства, мы будем выбирать не в национальной фронте, а в талант, беспособность. Но у меня нет заново, для которой я могу выбирать операцию всех. Понимаете? На всех. Понимаете? На всех. К вам пришел не я один, к вам пришла Россия, продолжил Васильев. В РИУ главы также сообщил, что Дагестан получит на 2018 год серьезную поддержку. И уже во время пресс-подхода новый руководитель региона ответил на четыре вопроса представителей региональных СМИ. Дополнительное финансирование, молодежная среда, новый премьер-министр Дагестана и доступ СМИ к новому руководителю республики, в том числе независимых. В РИУ заверил, что это главный вопрос и один из серьезнейших, и он намерен его решать. То, что я скажу точно, что апелляционные источники у нас информации, безусловно, тоже будут встречаться, будут тоже отчитываться, будут говорить, потому что на практику надо включить. Здесь оно освежает. В принципе. Ну, так, мы сейчас встретились, все, никто, например, не замечает, все. Наверное, информация будет. Васильев также отметил, что впереди его ожидает огромная работа. Уже 6 октября он отправил в отставку правительство и всех сотрудников администрации главы и правительства республики Дагестан. Атикат Магомедов, Ума Ибрагимова, Дауд Гассанов. Специально для итогов недели. В Дагестане самые смелые газеты. Общественное мнение бурлит по любому поводу, а дагестанские сегменты интернета самые скандальные. И, конечно, он предлагает свои версии того, что будет. Дагестанские издания и экспертное сообщество, среди которых общественные деятели, политики и блогеры, также предлагают свое мнение о Васильеве. Некоторые из них любезно согласились поделиться с ННТ своими соображениями относительно персону нового временно исполняющего и его возможностей по перестройке дагестанской действительности. Однозначно, многие, в принципе, часть людей хотела кого угодно, но не тех людей, которые, в принципе, пиарились в последние дни. Потому что эти люди уже, выражаясь простым языком, избитые личности, скажем так, в плане того, что уже известно. И люди сто процентов понимают, что с приходом этих людей ничего, таких явных, таких изменений не было бы республики. Может быть, была бы стабильность и дальше такая, которую мы видим до сих пор. Но народ, опять-таки, скажу, хочет явных, кардинальных изменений. Он занимал очень много позиций. И во всех этих позициях он всегда работал очень эффективно по делу. Я думаю, то, что выбор президента Российской Федерации, почему остался на нем, я думаю, несколько факторов здесь. Во-первых, это человек как бы независимый от каких-то, будем так говорить, ну, у нас говорят там кланы, там не кланы. Ну, будем так говорить, от интересов отдельных экономических, политических групп. Он независим, он никому не обязан. За последние 20 лет, видимо, в политическом поле Дагестана не было нового лица, который может новую ставку делать. Потому что эта элита, я не говорю, что плохая или хорошая, так называемая элита, она не допустила людей с другим, скажем так, ментальностью в эту сферу. А та уже, которая есть, брожение, кто происходит, ну, и весь этот состав, который он уже, хоть Олег, хоть Марк, как говорится, они уже, определенные люди, они уже, ясно, что от них ожидают. Они предсказуемы, вот это, с 90-х годов. Новых лиц они просто не подпустили. Поэтому, и, видимо, ставка сделана центром на совершенно нового человека. С одной стороны, это хорошо, я, например, тоже не понимаю таких вещей, когда говорят, вот там обязательно Дагестан. Но у нас страна одна, Российская Федерация. Я считаю, что любой дагестанец может быть губернатором в любом крае области, если он заслуживает этого и может служить тому, чтобы этот край развивался. Также может здесь быть и любой человек другой. И вот этот упор на этническую принадлежность, которая сложилась особенно в годы, когда вот это был президентом Ельцин, был последние годы в Советском Союзе, ну, я считаю, что не совсем правильное. Экс-глава Дагестана в интервью «Комсомольской правде» предлагает Васильеву опираться на его команду. Абдул-Атипов буквально сказал, цитирую, «Самое главное, если он будет опираться на ту команду, которая вытаскивала Дагестан из глубочайшего кризиса». Вряд ли Владимир Абдул-Алиевич будет опираться на эту команду, чтобы не допустить те же ошибки и минимизировать количество проблем, о которых говорит и национальный лидер. И в пятницу новый временно исполняющий отправил дагестанское правительство в отставку. Грядут перемены. Нам нужны новые элиты. Сейчас реклама, не переключайтесь, вернемся скоро. Мы приглашаем Вас совершить уникальное путешествие по непревзойденной и изысканной мировой кухне. Волшебство вкуса, душевная атмосфера, соблюдение лучших традиций восточной, национальной и европейской кухни, сочетание классики и домашнего уюта в семейном ресторане «Майдан». Наш адрес улица Дагадаева – 136. Махмуд чай. Сейчас по лучшей цене. Субтитры создавал DimaTorzok Что это? А, летающая тарелка. А себя зачем прилетел? Куда еще? Магазин мужской одежды «Три салат». А куда еще? Координаторы. Улица Дагадаева – 136. Welcome to the famous. Ресторан «Фэймус». Оригинальное меню, первоклассное обслуживание, изумительная подача. Вкус, который дарит настоящее вдохновение. Ресторан «Фэймус». Абубакарова – 12В. 8-988-291-2120. «Фэймус». Вкус, вдохновение. Я хочу варенье. Изоленые огурцы. Что-то ананаса хочется. И молочка. Небо шоколадного печенья и феники. Супермаркет «Эхнатон». Все, что вам нужно. И даже больше. Круглосуточно. «Эхнатон». Улица Хуршилова, 18А. Котрово, 10. Казбеково, 78. На неделе в республике, как и по всей России, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. Исторически у Учителя в Дагестане – это первый человек в Джамате, которого уважают не потому, что он много знает, а потому, что от него зависит передача культурных и духовных ценностей от поколения к поколению. Учитель неприкосновенен, но за последние годы лихолетия образ и профессии учителя оказались в андеграунде. Власть и общество относились к нему как к слабому змену в пищевой цепочке подсоветской институциональной системы. В воздухе повис вопрос, когда учителя станет костью земли российской, главным человеком в ценностной системе координат нашей великой страны. Смотрите далее репортаж Гамзата Нурмагомедова. Стыдоба это, друзья. Социальная проблема учителя постоянно в стране. Учителя воспитывают и дают образование подрастающему поколению. От них зависит, каким будет наше общество завтра. Но когда речь идет о невысокой заработной платы, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев советует педагогам заняться бизнесом. Это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Знание свет, не знание тьма. Одна из причин увеличения количества террористов, невежества и безнравственности. Для работы с последствиями невежества и бездуховности государство затрачивает в 2-3 раза больше средств, нежели для работы с устранением причин. Сотрудники силовых структур получают в среднем ежемесячно 40-50 тысяч. В то время как учителя зарабатывают 10-15 тысяч рублей. А то и меньше. Труд в милиции, в полиции, он тоже, вы знаете, сложный, опасный. И в Дагестане в особенности. Поэтому здесь не нужно сравнивать это. Вопрос в том, что ты в жизни выбираешь. Учитель в школе затрачивает колоссальные усилия. Ежедневная пятичасовая работа с ребятами. Бессонные ночи за проверкой сочинений домашних заданий. Огромная нервная нагрузка. И все это ради того, чтобы воспитать наших детей и подготовить их к взрослой жизни. Молодые специалисты к нам не с охоты идут, потому что у нас очень низкая зарплата. За счет стимулирующих как-то восстанавливает директор школы. А так, конечно, очень низкая. Я, например, желала бы вот эти разряды убрать, 12-е категории наши. Вот это добавили бы к нашей зарплате, как по-прежнему. Чиновники, которые пришли в Аварский театр на праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, где пели, танцевали и дарили подарки, обещали уделять больше внимания педагогам. Сегодня, сопоставляя профессии, может быть, я признаю, что отчасти то внимание со стороны государства, наверное, неполное. Я хочу высказать надежду, что в любом случае поступательное движение и в отношении содержания учителей, расширение, улучшение материально-технической базы и создание комфортных условий, оно сегодня имеет возможность развития. В Дагестане насчитывается более 40 тысяч преподавателей. Особое внимание требуют сельские учителя. Молодые специалисты не хотят работать на низкую зарплату и соответствующие отношения к преподавательской деятельности. Мы исходим из того, какая у нас средняя вообще в республике в целом. И когда доводим среднюю зарплату до учителей или закладываются средства в Минфине для предработников образовательных организаций, они исходят из средней заработной платы по республике Дагестан. В 20-е, 30-е годы по Дагестану можно было чувствовать, что самое лучшее здание в селе было это школа, самый обеспеченный человек это был учитель, поэтому наши люди всегда вообще придавали очень большое значение этой профессии. Но, к сожалению, сейчас самое худшее здание чаще всего это школа, самый бедный человек на селе это учитель. Поэтому не стремятся быть учителями, хотят боли и жалеют. По данным ВЦИОМ, 48% опрошенных россиян считают, что учителя утрачивают уважение в обществе. В комментариях к этому посту пользователи Инстаграм приводят разные мнения. Одни сетуют на низкую трудовую оплату и плохое воспитание родителей, другие на непрофессионализм и халатные отношения педагогов в своей работе. Учитель, который все время думает о том, что как бы решить проблемы финансовые, семье и так далее, он полноценно учебным процессом и воспитательным не будет заниматься. Родители и государство очень требовательны к учителям. Они должны обладать и полнотой знания, быть тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. О том же, что учителю нужна государственная поддержка и внимание общества зачастую забывается. Средняя заработная плата 9 с чем-то 10, 11 от сил. Я 50 лет работаю, 11 даже нет. Управление, образование, никто обо мне спасибо даже не сказал пустое слово. Вот это больно, что в душе нет. С назначением нового главы Дагестана Владимира Васильева педагоги надеются, что существующие проблемы решатся, а заработная плата в регионе повысится до федеральной планки. Гамзат Нурмагемидов, Нурмагемид Магемидов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан, к сожалению, решает проблему, когда она подступает к воротам. Порой мы подобны Титанику, команда которого пыталась разворачивать судно на подступах к айсбергу. Когда заранее определяешь угрозу, легче разворачиваться. Мы оказались не готовы к разным вызовам, но самым главным злом для республики был и остается экстремизм. Идеологическое оправдание убийства и насилия на основе лживой интерпретации исламских священных текстов. В среду в Махачкале прошло мероприятие, организованное Комитетом по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями. Подробности в материале Абдулла Алиева. Экстремизм, приверженность радикальным методам. Терроризм, его крайнее проявление. С конца 20 века по сегодняшний день в мире существуют организации, которые от имени ислама совершают ужасные преступления. Самой агрессивно настроенной из них является так называемое Исламское государство, запрещенное в РФ. Своё начало ИГИЛ берёт в 2006 году. С 2013 года эта организация, воспользовавшись арабской весной и кризисом в Сирии, прибегает к активным действиям по захвату земель на территории Сирии и Ирака. От имени ИГИЛ в мире также прошёл ряд терактов. Начиная с 2014 года к этой организации, по официальным данным МВД, на 2016 год примкнуло около тысячи дагестанцев. Благодаря действиям военно-космических сил России, ИГИЛ теряет свои позиции и уже недалёк от краха. Существует серьёзная угроза возврата дагестанцев, участвовавших в военном конфликте в Сирии, обратно. Молодёжь, которая выехала в Сирийскую арабскую республику, они потихоньку возвращаются. И возвращаются они с той заразой, которую они распространялись до выезда туда. Поэтому здесь нам надо подготовиться и провести не только общественные такие мероприятия, то есть лекции. Уже, я думаю, совместно с нами, совместно, где вы работаете в муниципальных образованиях, есть замы по общественной безопасности, с ними уже вести хотя бы индивидуальную работу. С членами семи этих людей, которые заразились этой болезнью. Эту мысль председатель Даком религии Магомед Абдурахманов озвучил на встрече представителей религиозных конфессий в среду в Национальной библиотеке. Объяснимая настороженность, с 2014 года всё реже слышно о проводимых спецоперациях и тем более терактах. Наступило затишье. В этом, несомненно, заслуга силовых структур, но не меньшая заслуга и представителей духовенства. Вы сами видите, отсутствие громких резонансов преступлений, актов, которые раньше имели место. В последние 4-5 лет практически отсутствуют в республике. Вот результат нашей совместной общей работы. Безусловно, большой работой на местах религиозных деятелей, имамов, богословов, алимов, которые складывают свою душу и сердце и прививают молодежи правильные знания в исламе. По мнению первого заместителя муфтия Республики Дагестан Абдуллы Аджимулаева, проблема вступления молодежи в ряды радикальных структур в полном игнорировании проблесков разума. Молодым людям навязывают ложные убеждения, после чего они, поддавшись эмоциям, перестают отличать добро от зла и совершают ужасные поступки. Задача духовенства вовремя предотвратить заражение общества вирусом экстремизма. И для этого необходимо искать всевозможные подходы к молодым людям. На уровне современности, на уровне подготовленности нашего населения мы должны разговаривать, должны находить ключи. Если мы видим, что совместный метод уже неэффективен, мы уже должны выходить на другой уровень. На видеоматериалы, аудиоматериалы. То есть нужно ключ подобрать. Как объяснить этому молодому человеку, что терроризм – это зло, алкоголь – это зло, наркомания – это зло. Ключ нужно подобрать. Один не подошел, другой попробуйте. То есть здесь, в этом направлении, нам расслабляться нельзя. Представитель Русской Православной Церкви, Романах Иоанн, в свою очередь, выразил мнение, что все беды кроются в национальной и религиозной неприязни, и причина тому – отсутствие духовного воспитания. В людях осталось мало святого, и ими управляет лишь чувство наживы. С духовно опустошенными людьми, вербовщикам запрещенных организаций, намного легче работать. Целью религиозных деятелей на сегодня должно быть побуждение людей к духовному самовоспитанию. Мы сейчас все продолжаем переживать последствия того времени, когда религия была запретной в нашем обществе, в нашем государстве. И у людей такой образовался вакуум, недостаточность знаний о своей собственной религиозной традиции. Многие люди, даже считая себя последователями какой-то религии, не имеют самых элементарных представлений о своей собственной вере. И поэтому здесь у нас еще очень много работы, совместной работы в плане именно религиозного просвещения и образования. Проблемы терроризма и экстремизма общие для всех конфессий. Представители юдейской общины республики активно принимают участие в мероприятиях, направленных на предостережение молодежи от идеологии экстремистов. Мы принимали активное участие в международных, межрелигиозных, молодежных форумах, которые проводились в Дагестане. Последний, четвертый форум проводился в этом году. А в рамках межконфессиональных чтений нами было принято участие во встречах в круглых столах, в учебных заведениях республики, а также принято в участии в съемках, телепередаче, посвященной межконфессиональному взаимодействию. Безусловно, мы пока далеки до окончательной победы над экстремизмом в республике, хотя за прошедшие годы достигнуты определенные успехи. Но окончательное наступление мира возможно только при тесном взаимодействии власти, общества и духовенства. Абдул-Алиф, Магомед Магомедов, Махачкала, специально для итоговых новостей ННТ. Имамы и религиозные детели Дагестана – это маяки для тысяч прихожан, мечетей и храмов. На прошлой неделе ушел в мир иной видный религиозный детель – имам мечети на улице Малыгина в Махачкале Идрис Хаджи Исрапилов. С этим человеком у меня были связаны личные воспоминания. Это первый имам, проповедь которого я услышал, посещая еще в 90-х годах, на заре реисламизации, старую махачкалинскую мечеть. Наши коллеги подготовили очерк об Идрис Хаджи. Мы же приносим соболезнования его родным, близким, всем мусульманам, кто знал его и будет помнить светлый образ имама. Нет речи прекрасней, чем речь того, кто призывает к Аллаху. Так сказано в Коране. Призыв к Господу и его религии – это тот, чем все свои речи посвятил один из известных богословов Дагестана – Идрис Хаджи Исрафилов. Сегодня этот кабинет, в котором находились слова поддержки и ответы на вопросы, прихожане пустуют. В этом году, вернувшись с Хаджи имам мечети на улице Малыгина, Идрис Хаджи покинул этот мир, переселился в дом вечный, к Господу своему. Мы встретились с его сыном Юнусом, чтобы еще раз помнить Идрис Хаджи и его жизненный путь. Это сейчас человек, пожелавший получить исламское образование, может спокойно прийти в мадресе и учиться, где ему предоставят бесплатно жилье и питание. Но молодость Идрис Хаджи в период воинствующего атеизма спокойно получить образование было невозможно. Мута Алимам приходилось тайком от всех, испытывая трудности и нужду учиться. Он мне много рассказывал, сын говорит, что сейчас, который учится, это просто такой легкий. В те времена очень тяжелый был. Когда я отправил, меня отправило в Тамбул, в Легский район, в селе Муны. Когда Тамбул, я там учился, но никто не видел. Такое тяжелое время же было. Один раз вот такой маленький хлеб, когда дает соседу, делал неделю, мне это, я должен был хватать, неделю. Такое было, говорит, трудно. Когда отец, его отец приехал к нему, значит, посмотрел к нему. Там же холодной водой особо такой, милый всякий вещь, что не было. Вот руки трещины, когда видел, даже можно было, говорит, пальцами засунуть, вот так. Зашел, говорит, отец плакал, вышел, думал, давай я заберу его оттуда, что так его ребенок оставить. Опять задумался, говорит, опять пришел, говорит, мы все, что делать, родила, придется нам терпеть. Вот так он на улице пошел, плакал и обратно ушел. Вот так он в многих местах взял Эльму, в многих селах он был. Пройдя кропотливый путь постижения науки и дрессажи, не нашел спокойствия в жизни. 90-е годы прошлого века, хотя и стали временем, когда мусульмане смогли спокойно исповедовать религию, но спокойствие в обществе было потеряно. Разгул криминала, наркотики, всякого рода экстремистские идеи уводили молодежь в сторону, а порой и из жизни. И богословом, как никогда, приходилось остерегать людей от пагубного. Всякого разного рода вопросов, когда касались, обычно говорят, между молодежью, что разделяют на всякие разные джаматы, вносят друг к другу какие-то таквиры, так называемые. Вот по этому вопросу он часто упомянул, чтобы поставили всякого разного рода подобные разговоры, то есть тогда, как вы не являетесь людьми, обладающими знаниями, спорите, всякой ерундой занимаетесь, за этим нам это делаем, за этим мы делаем и так далее. То есть он людей призывал к тому, чтобы они были братьями, посланиями. Именно тогда, в 1993 году, в начале тяжелых 90-х, было принято решение расширять эту мечеть, чтобы она могла вмещать всех желающих. Своей твердостью, с характером, твердым характером, своей настойчивостью добился места для строительства этой мечети, когда некоторые люди хотели это место отобрать для строительства сотных домов. Если были бы сотные домы, эта мечеть вообще не видна была бы. Вот эта мечеть, он свою твердостью, свою настойчивостью добился этого места и начал строить мечеть. Когда он начал строить мечеть, ему люди говорили, «А с чем ты будешь строить этот мечет такой большой расход? Откуда у тебя казна? У нас нет ничего, пустая казна». Сегодня это одна из крупнейших мечетей столицы нашей республики, рядом с которым находится и мадреса, где обучаются студенты. И это все во многом благодаря Идрисажи, его старанию и упорству. И даже в конце своей жизни Идрисажи, будучи тяжело больным человеком, в преклонном возрасте, проявлял удивительную силу духа и веру. Ему уже тяжело давалась работа, и мамам его замещал сын Юнус. По болезни ему тяжело было принимать даже пищу. Но, несмотря на это, решил отправиться в хадж. Что делать? Он даже не дал мне узнать, что он едет к хаджу. Я потом попозже, когда после визы я узнал, что он к хаджу едет. Я не дал бы ему. Все равно как-нибудь я постарался бы, чтобы это встретить. Он не дал мне ничего узнать. Потом другой брат мне говорит, отец, еду к хаджу. Как? Я не знаю, не понял тебя. Вот так говорит. Пошел к кино. Я говорю, отец, ты что делаешь? Он мне говорит, я хочу хадж с священником попрощаться. Я говорю, что такие вещи говорят, так же не бывает. Нет, я должен поехать в хадж. Есть место 15, которое молитву принимает. Я должен там два делать. Иншалла говорит, а вы не думайте, что туда едете, умерете. Я обратно тоже приеду. Как ты можешь туда поехать, обратно переехать, оттуда два шага туда вниз не смог. Так же не бывает. Ты увидишь, что тебе объяснить необязательно. И когда он поехал, отправил после Аллах, чтобы Аллах был делать, я звонил, как дела, как там. Он мне отвечает. Сын говорит, ты не спроси, что как я. Ты мне отвечаешь, как джамат, как мечет. Он на этом переживает. Чтобы люди какие-то разговоры, чтобы до меня не дошли. Не дай Аллах говорить. Идрис Ажи благополучно совершил все обряды хаджа и вернулся домой. Он чувствовал, что ему скоро предстоит переселиться в мир вечный. К нему он готовился всю свою жизнь. Предстать перед Всевышним. Он пришел сюда в последний раз, совершил джамат-намаз вместе со своим джаматом. Это было его прощание. В ту же ночь, на четвертый день после приезда с хаджа, он покинул этот мир. Поняв, что пришел его час, попросил сына извиниться за него перед джаматом. И сам, прочитав полностью ссору Ясин, ушел из этого мира. Но долго пустовать этому мимбару не придется. На место Идрис Ажи, муфтиям республики, была назначена достойная замена. Юнус Ажи. Как человек, который хорошо знающий все проблемы джамата, имеющий хорошее образование, с помощью Аллаха продолжит в этой мечети призывать к Аллаху. Таковы были основные итоги по версии нашего телеканала. Всего доброго. Ждите продолжения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова